Я с удовольствием к ним обращаюсь. Хочу, чтобы всегда было хорошее настроение у всех жителей Украины. Мы с вами живем в очень интересное время. Нужно быть всегда смелыми, никого не надо бояться, всегда быть откровенными, честными. Проблемы одинаковые во всех ценах мира. Но я очень не хочу, чтобы жители Украины скитались по Европе в поисках работы. Когда я видел очереди в Греции, из ваших рабочих, в Португалии, мне это неприятно. Давайте, если у вас излишки рабочих сил в России, давайте наши все связи сделаем таким образом, чтобы было выгодно нам здесь с вами жить и в России, и в вашей стране. Но чтобы не идти на поклон никому, чтобы были крепкие семьи, чтобы были хорошие передачи, чтобы было много разной прессы, чтобы было много студентов, чтобы никто вас не обманывал, ни вас, ни нас. Мы с вами уже опытные. Мы с вами опытнее, чем вся Европа. Они не знают, что такое социализм, коммунизм, революция. А мы через это, через все прошли, так сказать. Поэтому у нас с вами самый большой опыт и самый добрый народ. Поэтому хочу, чтобы все мы были красивые, умные, чтобы больше любили друг друга, чтобы было больше песен, чтобы все мы отдыхали в Крыму, на Кавказе. И чтобы нас никто не обижал, чтобы нам никто не угрожал. И для этого есть все условия, так сказать, сегодня у нас с вами огромное пространство. Нам с вами все завидуют и немцы, и поляки, и французы, и британцы, потому что там они задыхаются в маленькое пространство. У нас с вами широкая славянская душа. Поэтому давайте все это использовать во благо всех тех, кто живет вместе с нами на этой прекрасной земле, в этом среднеевропейском времени и климате, так сказать. На крайнем севере холодно, на юге там с ума сходит плюс 60. А вот вот средняя полоса нам с вами здесь хорошо. И чтобы жили долго, и чтобы не болели, и чтобы все радовались встречи. И чтобы Москва, Киев ходили скоростные поезда, летали бы каждый час самолеты, и чтобы время у нас было одно, московское. Киев надо переводить на час вперед.